Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвёртый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РН. Продолжают новости Анапа-регион в студии Кристины Райбина. Сегодня в выпуске. Хамство чиновников будет наказано. Зелёный враг не пройдёт. На курорте ведут борьбу с амброзией. Затерявшаяся медаль дошла до адресата. Сейчас обо всём подробнее. Временно исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев провёл расширенный приём граждан. В этой работе приняли участие главы городов и районов края. Более 30 тысяч обращений с просьбами о помощи поступило исполняющему обязанности губернатора Кубани Вениамину Кондратьеву за последние 4 месяца. Есть Краснодар, Каневское и Красноармейские районы, Темрюк, Анапа. География заявителей обширна. Житель нашего города Николай Девольт обратился к в Рио губернатора с жилищным вопросом. Семья осталась без крыши над головой после пожара. Мы не успели ещё даже переехать, слава Богу, наверное. Вот он сгорел полностью. Помочь многодетной семье Вениамин Кондратьев поручает главе курорта. Сергей Сергеев рассказывает, что как малоимущим семье Николая Девольта в этом году предоставят жильё. Такие случаи не единичны. На Кубани сегодня 22 тысячи многодетных семей. И в некоторых жилищные условия оставляют желать лучшего. По мнению Кондратьева, нужно создать краевую программу поддержки этой категории населения. В продолжении темы. Каждый понедельник личный приём ведёт глава Анапы. Накануне к Сергею Сергееву обратились с жалобами на формальные отношения и даже откровенное хамство чиновников. Ксения Царегородцева рассказала главе о проблеме с предоставлением участка под строительство. Семья признана нуждающейся. К тому же растёт ребёнок-инвалид. Изучали, что в субсихе? Нам сказали, вы идите и ищите сами, мы вам искать здесь ничего не будем. Сергея Сергеева такая постановка вопроса возмутила. На приём глава вызывает специалиста, который позволил себе так разговаривать с людьми. Возмутил вопрос, ищите сами. У нас почему-то человек, имеющий вот столько власти над другим, он обязательно будет вот этого вот столько применять, издеваться, потому что удовольствие это доставляет. Но слова-то найти можно, чтобы люди уходили не озлобленные. Почему вы говорите, это ваше дело, вы ищите сами. Мало того, что некорректные отношения, так ещё и непрофессиональные. Мы сегодня формируем субсихи для многодетных и один участок для них. Не устроила главу Анапы работа с другим заявителем, жителям села Суко. Геннадий Кочумеев бьёт тревогу, самоуправство соседей-застройщиков. Проезды застроены, кругом одни глухие заборы. Почему мы так относимся? Вот я сейчас, что нам мешало выяснить, пригласить человека и выяснить его четыре вопроса, которые внутри, в принципе, те, которые он задаёт сегодня. Что нам мешало? Провести проверку. И вот этот ответ, это чистая отписка. Глава поручил выехать на место с заявителем и доложить о результатах. На коммунальные поборы Сергею Павловичу пожаловалась Екатерина Фатеева. Я просто не могу понять, посмотрите, у меня выходит вода, я получаю горячая вода, водоканал, холодная вода, то модерна, непонятно что. То есть вот тысяча рублей. То есть вот тысяча рублей не нужно. Да, ну хорошо, тысяча девять рублей. Потом я приходил к Китанцу с коммунальщика, где я плачу. ГВС подогрев, тысяча триста тридцать два, понимаете? То есть отопление отдельное, ГВС подогрев. Получается, что я прочую загорящую воду двух китанцев? Нет. Ну а как? Ну а не правильно. То есть то и дело, понимаете, я иду в коммунальщик, говорю, объясните, никто ничего не объясняет. Если управляющая компания не считает нужным объясниться перед людьми, то ответ будет держать перед главой. На все поступившие обращения будут даны ответы. На повестке дня высокий сезон. На общегородском планерном совещании в администрации говорили о решении ежедневных проблем, с которыми она посталкивается в курортное время. Вопиющая антисанитария верны спутники санкционированной торговли. Заместитель главы Анапы Людмила Терещенко поделилась впечатлениями по результатам рейда на проходе к морю в поселке Суко. Вопиющие факты везде, где торгуют мусор. И наказывать надо штрафами таких торговцев. Те арендаторы, которые осуществляют свою деятельность, просто организовали свалку за своими объектами. И не важно, федеральная это земля или это краевая земля. Но если они там работают, пусть будут добры убирать. И мы обязаны составлять протоколы, если понуждать их к уборке. Если к делу подключится Роспотребнадзор, суммы штрафов могут достигать из 100 и 150 тысяч рублей. Лариса Медведева, руководитель территориального ведомства, попросила оперативно представлять собранные мобильными группами материалы. А вот прежде чем бороться со стихийной торговлей и бахчевыми культурами, надо предложить предпринимателям место организованной торговли. Есть спрос, есть предложение, а условий для торговли нет. У нас торговля идет несанкционированная бахчевыми культурами. И совершенно правильно получили замечание о том, что мы не подготовили места для того, чтобы люди могли реализовывать продукцию. Да, и оказывать данный вид услуги в сфере торговли. В принципе, поэтому, Сергей Вячеславович, я предлагаю вам учиться и нам всем на тех ошибках, которые на опыте у нас предстоят в перспективе торговля елками, килькой, что у нас еще там, новогодние ярмарки. Это очень быстро время бежит. Пожалуйста, готовьте соответствующие документы, места, чтобы те люди, которые желают оказать соответствующие услуги, имели возможность. Владимир Забураев снова возвращается к вопросу водоснабжения. Впервые за полгода резервуары водой наполнены свыше 18 тысяч кубометров. Вот я вам хочу вот этот анализ, я сейчас провел анализ. От двух, это большие объемы, допустим, до 100 раз увеличивается, до 100 раз увеличивается от заявленной водопотребления вот этих участков. А сказалось бы, мы тоже растем, подаем воду, а оплата, оплат нет той, которая нужна. Контрольные мероприятия водоканала продолжаются. Собственникам гостиниц, аквапарков, ресторанов придется сначала придать гласности объемам потребления воды, а затем заплатить за них. В городском хозяйстве вопросов, требующих внимания, очень много. Например, санитарные состояния территории по поручению главы Анапы коммунальные службы должны провести ревизию и наладить вечернее освещение там, где это необходимо. Активнее взяться за уборку города, обновить пешеходные переходы и цветочные клумбы. Августовский зной в такую пору даже легкий ветерок поднимает в воздух миллиарды песчинок ядовитой пыльцы амброзии полнолистной. Самое время уничтожать вредный и опасный для здоровья человека сорняк. Все мы его знаем, что называется в лицо, но замечать проблему зачастую просто не желаем. На внеплановом совещании заместитель главы курорта Александр Колесников обозначил важную проблему – борьбу с карантинным сорняком амброзии, которая под конец лета интенсивно разрослась по всей территории муниципального образования. На сегодняшний день заросли мы все с вами сорной растительностью. Особенно непозволительно это то, что произрастает амброзия, это как на территории города, так и на территории сельских округов. Это не говоря только то, что поля сельскохозяйственного назначения, это и говорится о том, что внутри поселков, внутри строек особое внимание нужно обратить в городе, именно на строящиеся объекты, там где за забором, из-за забора у нас вылазит амброзия. Если заглянешь за забор, то там вообще страшно становится. Территория муниципального образования поделена на участки, за каждым из которых закреплено ответственное лицо. Работы по борьбе с сорными растениями в администрации курорта не удовлетворены. Выделены дополнительные специалисты для проведения тщательного мониторинга и обследования территории. Максимально отработать свои закрепленные территории на момент обнаружения сорной растительности, амброзии полонолистной. В усиленном режиме четыре рейдовые группы проверят территорию курорта и на нерадивых собственников составят административные протоколы. Борьба с вредным для здоровья человека растениям началась сразу же. Хозяйство начали дискование участков. На этом поле была посеяна озимая пшеница. По окончании уборки, в связи с тем, что растет амброзия и сорная растительность, дискуем и обрабатываем почву. Стараемся как можем. Стараться действительно приходится, потому что амброзия полонолистная, соперник серьезный. Карантинный объект достаточно серьезный. Серьезный в плане воздействия его на человека, в плане воздействия его на окружающую среду. То есть происходит очень большой вынос воды и питательных веществ из почвы, что наносит ущерб почве и в конечном итоге, конечно, урожая. Одно растение дает до 100 тысяч семян. И семена в почве сохраняются до 50 лет. Причем даже недозревшие семена, попав в почву, стратифицируются и на следующий год при благоприятных условиях они всходят. Комиссия ежедневно работает во всех сельских округах. Там, где не хотят замечать амброзию и бороться с ней, составляют протоколы на владельцев земельных участков и арендаторов. Мы живем на курорте, к нам люди едут лечиться. Пожалуйста, боритесь с карантинными объектами, и в том числе с амброзией полонолистной, и не забывайте, что согласно 99-му закону о карантине растений, борьба с карантинными объектами производится за счет средств и сил землесобственников, землепользователей. Ненадлежащее содержание земельных участков может привести к тому, что будет выписан административный штраф. В течение двух дней все земельные участки проверят, и нерадимым собственникам придется оплатить свою халатность по отношению к курорту. Тех, кто своими глазами видел Великую Отечественную войну, осталось совсем немного. Ветеранам очень нужны наши внимания и теплота. Раиса Сергеевна Дашковская наконец-то дождала затерявшуюся в бюрократическом вихре юбилейную медаль. Для нее это самое главное событие последних лет. В свои 93 года Раиса Сергеевна еще бойкая и здравомыслящая. Рассуждает о политике, помогает внучке Елене воспитывать правнуков. Нелегкая выдалась у нее жизнь. Прожила войну, прожила голодоку. Ничего, пережила очень много, видела очень и хорошего, и плохого всякого. Я работала на виноградниках, нам тогда давали гектары девочки. Потом работала я на хлебе, жалами, вязали снопы, пшеницу и сеяли. В память врезались страшные военные годы. Она помнит, как расстреляли на ее глазах отца, подозревавшегося в связи с партизанами. Я говорю, папа не виноватый, папочка у меня хороший, плачу. А они говорят, заберите эту девчонку и повели туда до того, до плавни. До сих пор воспоминания этих лет отражаются болью в душе. Очень страшно. Как бьют наши из горных, они текают сюда на куматыр, убегают, а так рачки лезут, тебя видела сама. Старшая была в семье, то есть маленькие детки были на ней. Помимо того, что нужно было работать, она их нянчила, она их спасла. Во время войны их хотели угнать. Они были в Германию, но вот бабушка, скажем так, отбила своих сестер. С мужем познакомилась уже в зрелом возрасте. Офицер авиации Дмитрий Павлович Дашковский дошел до Берлина. После войны получил образование и 20 лет работал главным агрономом в совхозе Анапа. Там настолько была настоящая и чистая любовь, о которой можно действительно позавидовать. Он ее, можно сказать, практически носил на руках. Ну и она тоже отдавалась ему. Она жила ради него, для него. Она была всегда за его спиной. Но за его спиной то, что она нигде не фигурировала, но очень многое делала для него, для его карьеры, для его роста. Супруги вместе прожили 18 лет. Родили и воспитали дочь, внучку. Елена с теплотой вспоминает каникулы в доме у бабушки. Правнуки Кирилл и Артем прабабушку любят. Слушают ее рассудительный и спокойный голос. Первым делом несут ей утром в комнату что-нибудь вкусненькое. Она очень современна. Она смотрит телевизор, смотрит новости. Недавно Раиса Сергеевна получила от президента юбилейную медаль к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Ее радости не было предела. Каждое поздравительное письмо из Кремля в семье хранят как большую ценность. Ведь человеку, который всю жизнь самоотверженно забывая о себе, старался сделать жизнь людей вокруг лучше, нет ничего дороже простого внимания. Раиса Сергеевна текст каждого поздравления помнит наизусть. За ваши труды, которые вы трудились, спасибо большое. Вы хорошие такие поздравительные присылали. Главный секрет ее долголетия и спокойствия – огромная любовь к жизни и людям. Надо любить жизнь, надо работать, надо не бояться девочки ничего. И так и продолжать свою жизнь. Именно этому учится у бабушки Елена. И своим детям старается привить это семейное качество. Молодежь в Анапе неравнодушная не только к праздникам и мероприятиям, но и к чужой беде. Канун Всемирного дня гуманитарной помощи специалисты молодежного центра 21 век. Центр военно-патриотического воспитания молодежи РАТМИР и Управление по делам молодежи курорта побывали в Республике Крым. Оказали организационно-методическую, гуманитарную и материальную помощь. Молодежь Анапы привезла праздник для маленьких жителей села Калиновка Ленинского района Республики Крым. Конкурсно-развлекательная программа «Анапа приветствует вас» от молодежного центра 21 век. Ребятишкам пришлась по душе. Дорогие куроры, мальчишки! Спортивные эстафеты, конкурсы в течение нескольких часов работали интерактивные площадки. Для всех желающих работала площадка «Аквагрим», где детей перевоплощали в персонажей мультфирмов или зверят. Для работников администрации Калиновского сельского поселения провели мастер-классы по организации и проведению мероприятий. Специалисты Центра «Арадмир» и Управления по физкультуре и спорту совместно с Клубом православной молодежи собрали канцелярские товары, продукты и спортинвентарь в качестве гуманитарной помощи. Новый спортинвентарь сразу же обновили на сельском стадионе – дружеском матче по футболу среди местных команд. На прощание крымчане устроили анапчанам концерт. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайной Медной горы». В среду 19 августа в Анапе ясно, ночью возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем 24-28 градусов со знаком «плюс», ночью до 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 26 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайной Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых» модная школа поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА